Ну что, начинаем смотреть игру Fly with Moon, он слышит SP про Белодин, он паузен на счет 5. Раз, два, три, четыре, пять. Ты, кстати, прав, то что Moon будет использовать на этой карте другую стратегию. Вот, это, наверное, будут Хантерессы, а дальше мы увидим, что он будет стероид. Делает за такой close build, квиспам, чтобы Блэйдмастер не мог убивать грамотно. Здесь... Беда в том, что герой может выйти за Moonwell, вот, туда, кажется, туда рукой. Нет. Не может, не поместится. Не, не, он не должен. Здесь выход героя очень легко, он никуда не выйдет, потому что ставишь сборный пункт на алтарь, прям четко на алтарь, и он будет под алтарь, ни за что он никогда никуда не выйдет. Ну, если, смотри, например, он... Так, если он осаждает, например... Не, ну там, по-моему, эта елка прям вплотную стоит. Ну, как-то похоже. Да, ну, скорее всего, не по месте, действительно. Закупил просветку, ДХ побежал, надоедать бы ему. Ну, Флай достаточно аккуратно крепится, начал зелененький, не рискуя. Так, я просто отвлекся на чат, но здесь ничего интересного, так что будем следить за игрой. Так, так, так. Есть маны на виндвок, и есть дистанция, поэтому вот этот виндвок сейчас, скорее всего, заезжает Флай, продаст Элепорт и купит серклядку себе. Даст не стал покупать. Кстати, да, Мун вот начал с Хан Трэс, первый у него строится. Так. Мун побежал за грунтом. Видим то, что этот грунт немного отлег Муна, и Флай переключился на крипов. Вот, видим то, что Флай очень хорошо крипит крипов, не теряя время, он оставил там буквально 20 хп на два удара грунтом и переключился блейдом на другого. Иногда такие доли секунды лежат в крипке, особо на карте Эхо Айсел, потому что там эльф крипается за бараком, и ты не успеваешь докрипать, когда он к тебе прибегает. И вот такие вот буквально мелочные нюансы, на которые, точнее, игроки некоторые не обращают внимания, решают. Вот и сейчас, если бы БМ потратил пару лишних ударов не туда, то у ДХ была возможность добить. Битый Грант, сейчас нужно спасать его. Сейчас посмотрим, как Флай законтролит, и чтобы спасет ли он грунта, да, он хорошо подмувил так ДХ, подставил грунта. Сейчас грунта он туда забору, наверное, уведет, подхелит, и вот зелье, хелит, блайда. Хантреска пытается там прорваться, но это довольно рискованно, наверное, здесь наполучало немного. Другая Хантреска, ну, Флай сейчас немного времени потеряет, но отхелится, не рискует. Вот, нормально, пока все. Он схватил второй левел, это уже неплохо. Сейчас пока непонятно все-таки, во что будет Мун играть. Пока он все по дефалту делает. Три Хантрески, Демон Хантр. Моноберн какой неудачный на шесть. Думал, что успеет он все-таки высосать ману в блайда, а тут мудрился все-таки. Он сделает ману, да, и отвлекся на центр карты. Вот у Муна сейчас заканчивается уже почти Тайк-2. Сейчас мы будем смотреть, что же он будет изгорать из гнидов. Панда вторым героем и две лорницы, скорее всего, в Дриад. Виспап подвел к таверне, тут выбор уже практически очевиден. Ай-яй-яй. Тут сильно надымно жили. Он строит два протектора рядом с флаевской базой и берет нагу. Ох ты. И делает, значит, апгрейд на... На единение с природой. На улучшение деревьев, да. А флайд тоже, кстати, начинает через два бистери. То есть, интересно, что... Слушай, да, это как-то мега оригинальный с одной и с другой стороны. То есть, один вроде либо в рейдеров, либо в вивер. Второй его собирается застраивать при этом. Что довольно оригинально, потому что... Ну, реально очень необычно получается. Причем издалека, но ему-то пофиг, на самом деле, издалека. Если есть грейд на деревьях, то протекторы довольно шустро добираются. Он специально как бы все так и задуманно. Мы же видим, что он делает апгрейд. И снова протекторы, две штучки, теперь уже поближе и магазин. Да, и не рейдеры, кстати, не виверны от этого... Ну, сложно от этого отбиться. Ну, он сейчас его будет вот замедлить тремя протекторами. Наверное, потом уйдет в глубокий тэч. Может быть, что-нибудь медведи будет, не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Смотри, хотя нет, смотри, он полностью ушел в застройку, да? Да, 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 он все вкладывает сюда. Так что тут опасный момент. Вовремя выбирает время для атаки мун, в то время как просто орк только-только дошел до точки и вынужден уже возвращаться. Телепорта-то нет, нужно вырубать спиды. Либо крепится, он решает все-таки нет, я буду крепиться. Но в это время видит протекторы и должен понять, что, блин... Кстати, протекторы по одному дереву съели, поэтому наносимый урон будет восполняться. Прикольно. Да. Сейчас будет минус шок, минус, наверное, бурл. Неплохо протекторы атакуют бурл. Смотрим, протекторы атаки скоростные, передвигаются. У муна здесь все четко, у него рядом магазинчик, если что, есть хэл рядом. Став, купит. Грамотно подготовил все. Да, казалось бы, просто, да. Видим, что сейчас у Флая будут проблемы с деревом, здесь четыре протектора, райдера, фокусит. Смотри, Флай понимает, что у него безвыходная ситуация и, по ходу дела, будет разводить. Он убежал на мутную фазу. Просто на базе, дело в том, что грейд-то есть и будет не так-то просто нахалявить. Ну, вообще, это правильный момент, то есть другого ничего не остается. Ну да, либо прийти и отдаться на протекторы, либо пытаться вот так разводить. Вариантов мало. А Мун вот думает сейчас. У него два бутылька, у одного второго героя, он делает ТП. А у Орка ТП нет. Поэтому тут Муну главное не отдаться сейчас. Он не успевает выпить из Мунвелла. Начинает атаковать Шадоу Хантера. Кидают сетку на Димку, его начинают бить. У него есть бутылек, но из Хекса диспол. Великолепный диспол. ШХ минус, не успел накинуть второй Хекс. Рейдер падает. Здесь как бы надо заставить на Диму, но не получилось. Зато он убил двух рейдеров, кроме Шадоу Хантера. И главное сейчас ногу не потерять, а он ее теряет. У Димы Хантера был первый левел, поэтому, я думаю, не так страшно. Да, ну, учитывая то, что здесь два Мунвелла целые, не очень приятно было. Надо было телепортироваться прямо к ним. Так было бы надежнее. Да, там барак и... Ну, в это время протекторы, кстати, все уже, да. Да, полбаса убили уже. И Орк ставит Ламбер Милл на Экспанде. Видимо, туда собираются перейти. Рабочие биты идут на Экспанде. Ну, вот, когда... Ой, Шадоу Хантера вышел из алтаря, такую штуку обнаружил. Нет. О, да. Кстати, Миш, у нас скоро в рамках этого сезона в ЦИПа будет самый, думаю, интересный матч. Это будет против Энджайз. Думаю, если неинтересно... Да, это будет интересно подстримить. А когда он будет? Постримить и по комминтить тоже, вот. Просто, ну, такой интересный матч. У нас сейчас самый сильный лайнап. Думаю, то, что по итогам сезона они тоже поставят неслабый лайнап. Поэтому, думаю, будет на что посмотреть. Поэтому, если несложно... Главное узнать, когда он будет, время. Ну, я тебе сообщу. И планировать. Да. Это... Это хорошо. Это, знаешь, примерно будет в пятницу, субботу, воскресенье, следующий. Вот так. У нас будет возможности в два стрима уже к тому моменту делать. Нагу очень неприятно окружает рейдер. Вот этого рейдера старается как раз всеми силами подрезать. Но Хекс... Ой, кажется, здесь можно отдать парочку героев снова эльфу. То есть этот рейдер-то, он вернется, он может сетку кинуть. Ну, ну, достаточно очень, честно, неприятно. У него убили все колодцы, и он не сможет лимит реализовывать сейчас. Но ему нужно отстраиваться уже на базе орка. А, вот он и делает. Магазин, Мунвэл. Все, и здесь строится древо... Древо... Ага, древо... О, не так все просто еще оказалось. Да, конечно. Да, ну, это был лейтмастер у нас есть, четвертый левел, который тоже нарезает не так плохо. Отожрался великолепно. Был бы пилотш еще орка, он бы, конечно, порадовался. Вот когда он пошел в атаку на эльфа, надо было сразу заказать на мэйне пилотш. У него... Он чинил норку, и у него проблемы. А, кстати, он обнаружил флаевскую нычку. И бежит в эту сторону, это тоже... Ну, туда рабочие эвакуировались, да, и палили просто. Поэтому сейчас Дима с легкостью отменит, а учитывая то, что у флая два золотых, отмена этого экспанда приравнивается к... Ну, нет у вас больше. Придется крипаться идти, что же ему еще делать? Ну, чтобы золото было на нычку рабов, то он всех не успеет. Потому что сейчас прибежит золотный флай с своим блэкмастером и райдером. И будет нарезать там, что сможет и видит. Угу. 19 из 10 лимита у эльфа. Он ждет, когда у него достроится нычка на урочей базе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот протекторы там уже подготовили все. Ай-яй-яй-яй, сейчас сеточка пришла. Так, ну давай. Ну, рабочий. Дима снова умрет. Дима не второй, он все еще первый. А, нет, рабочего убил, второй. Раба-то сохрани, раба не теряй, шиха. А, херс профукал вайн-волк. Ну, ДХ-то надо ему убить по-любому. Не, уже не убьет. Че, как он убьет? А, сетка, такая дистанция, ты видел? Беги, сеточка, наперед. Нет, нет, рейдер что-то назад. Последний раб уфлайя. Рабочего хочет спасти. Давай, нет, тащи. Все, последний раб умер. Блин. Ноль ресурсов. Это жестко. А у Муна 600 голды и нычка топает. Такая топ, топ, топ. Под 7 протекторов, давай нападай. Он тут выиграет, смотри, как у него нычка сейчас будет защищена. Двумя деревьями. И сколько тут протекторов? 6 штук. Не так плохо для обороны. Блэйдмайстер сейчас это все увидит и поймет, что, блин. Вот смотри, было бы интересно, да, если бы он сейчас убил Димку, у него бы остался раб, он бы закрипал, построил нычку. Да, да, да. Еще бы было интересно Муну все-таки с нуля развиваться почти. Еще можно было алтарь убить. Ну, там, добить Хантерс Холл алтарь. Ну, главное, криппинг, конечно. Криппинг — это деньги. Еще более сильные герои. И там реально некоторое время нужно было мало того, что отстроиться, еще штамповать больше юнитов, чтобы ты мог за счет своих дохлых героев еще как-то сражаться. Ну, то есть там, чтобы у тебя преимущество было по войскам. Сейчас, да, сейчас все равно идет криппица, но... Хантерс убивает Ламбер Милл. Что, это последнее строение, что ли? Ну, вообще, Хантерс Кофхайт, как только увидела рейдера. У нее же Грейт Ночное Видение есть, и она сразу так чик, опа, так, вижу-вижу. Муну, скорее всего, закажет... А, противнику откроется Флай, все, это последний Милл. Пусть бараки строит, бараками придет, убьет его. Да, тут можно как угодно. Он уже развлекается больше, чем... О, посветанули Хантерсу, поймали в сетку, смотри-ка. Вот это поворот. Нельзя так просто взять и проиграть теперь. Тут чем угодно вообще. Купи подрывника, там, поставь экспанды по всей базе, вообще, по всей карте, неважно абсолютно. То есть, орк уже у этой лесопилки будет всю жизнь проводить свою сознательную. Рабочих нет, эксп не построить. Что делать, вообще непонятно. Протекторы, смотри, выкопались на нычке. Такие сейчас более плотненько так сядут. А копались, да, так все, нормально. Барак пододвинул. Это Таур Дефенс, через который должен проходить флай. Вот так против андедов надо играть на ТМ, чтобы гарги не харасили. Игрейд заказал. Приходит БМ, такой, видит всю эту фигню. Опа, у меня лагает. У меня тоже лагает. Но я думаю, здесь уже это неважно, практически. Ну да, может он вышел просто. Кстати, ты смотри, а нет, все, я думал, это, блин, Хасу. Хасу против Люцифрона 17 минут продержался. Ничего себе. Значит, продержался, а вдруг он его убил. Прикинь. Мы на это посмотрим, я думаю. Конечно, конечно. Значит, в 12 часов файбер придет из... Ну да. Как?